приветствую вас друзья и коллеги по хобби у себя на канале начинаю новую стройку и как бы это видео делаю небольшим анонсом хочу рассказать что и как я буду делать по данной модели стройка начинается интересная буду делать интересную модель вы уже поняли что это будет т-44 ранняя версия 44 очки но хочу сразу сказать буду делать его без внутрянки то есть модели как вы знаете или если кто еще не видел можете посмотреть обзор на моем канале очень много деталей деталей пластиковых только 657 а если брать с фототравлением то 768 деталей получается в наборе меня лично не интересует что будет внутри танка а там меня предлагает нам собрать и двигатель очень хорошо сделанный и снаряды огнетушители рации то есть все все внутренности даются в наборе можно собрать с нутром этот набор да это интересно для того кто это собирает но мне больше интересно оставить двигатель снаряды и все что дается в наборе например для того чтобы это укладывать уложить в кузова грузовика какого-нибудь чтобы наполнить кузов чтобы модель смотрелась более интересно и мне как бы жалко прятать очень хороший двигатель мне его жалко прятать в модели потому что если делать модель разборной ну чтобы показать двигатель и все остальное то это будет ненадежно мало ли кто-нибудь из знакомых захочет посмотреть поднимет еще упадет зачем а если делать полностью глухой то двигателя видно уже не будет но при снятии башни да можно будет посмотреть внутренности танка но я не люблю крутить свои модели не люблю чтобы их кто-то трогал ставлю на полку и пусть они лучше стоят и люки все равно будут наглухо закрыты то есть не вижу смысла я во внутрянке этого танка а так как миниарт еще не делает набор без внутренностей придется смотреть по схеме что не надо вычеркивать какие детали и собирать его без внутренности надеюсь миниарт скоро выпустит наборы и т-44 и т-44 м как они это делают уже на сушках без внутрянки и наборы не подешевле но я такого мнения если вы какого-то другого мнения можете написать но мне не хочется прятать красивые хорошие снаряды и красивый хороший двигатель внутри танка а если делать люки открытые то это надо делать подсветку в танке опять когда открытые люки они могут обломаться потеряться что не есть хорошо ты так будет возне много с деталями много будет что собирать потому что модель очень достойная очень хорошо сделано здесь настолько много всего что даже торсионы надо будет собираться многих деталей вот даже можете кто не видел обзор нужно посмотреть насколько хорошо сделан двигатель насколько хорошо все прорисовано хорошо видно расшивка также можно посмотреть и снаряды жалко мне друзья такое прятать поэтому лучше это где-то будет потом в автомобиле тем более я собираюсь скоро делать и автомобили начать грузовые у меня лежит мультивер от фирмы звезда уже давно хотел его собрать никак не получается но найду применение я этому всему в других своих работах спасибо друзья кто поддерживает меня спасибо кто ставит лайки спасибо кто комментирует работы очень приятно очень приятно знать что не зря это все делается все делается для вас как бы многие из вас моделизме может намного сильнее чем я по крайней менее всегда совет от товарища услышать которые опытнее тебя и может тебе дать хороший совет я только за я люблю когда мне советуют когда указывают на какой-то недочет пальцем чтобы я мог это переделать и дальше продолжать делать модель и чтобы поменьше в ней было косяков которые можно устранить так что друзья советуйте комментируйте только рад только за спасибо спасибо кого заинтересовал данная нос то скоро на канале начнутся уже видео видео по постройке танка т-44 строить его наверное буду но не так показывать тщательно сборку и обработку деталей а буду заранее подготавливать детали потом показывать как я их соединил или буду соединять своих видео чтобы не растягивать серии больше чем 10-15 минут спасибо друзья всех благ вам и вашим близким оставайтесь на канале до новых встреч